Я родилась в Узбекистане, в Ташкентской области, и вот в 2007 году мы переехали в Крым. На тот момент мне было 11, в классе 10-11, когда я поняла, что все же нужно выбрать профессию по душе, потому что я понимала, что работа, которая не приносит удовольствия, не дает развития, а мне хотелось заниматься тем, что вот мне больше всего нравится. Если оно дано Богом, значит нужно это развивать в себе, если в человеке есть какие-то способности, нельзя это просто так оставлять, поэтому у меня появилось это желание, и я долго к этому шла. Я поступила в КИПУ, и специализация у меня была декоративно-прикладное искусство и народные промысла. Я в основном начала работать, затрагивая тему нашего народа. В какой-то момент я поняла, что если у меня есть возможность говорить о нем, как я могу, то есть через искусство, то мне стоит заниматься этим и продолжать работать в таком направлении, рассказывать другим о своем народе, рассказывать о красоте своего народа, о Крыме. Поэтому я вот часто именно направляю свое искусство к своим истокам. У меня есть несколько ценных работ. Одна из них, эта работа называется «Айни-ни». Вот именно с этой работы все и началось. То есть я начала работать, затрагивая тему крымских татар, то есть историю крымских татар, культуру крымских татар. И вторая работа, эта называется «Айлем». Она мне очень близка и дорога, наверное, потому что я рисовала портрет своей семьи. У меня был платок, который передался мне от моей прабабушки. Я этот платок примеряла, и у меня возникла такая идея, почему бы не нарисовать крымскую татарку в этом платке. Тема депортации для меня очень важна. Я думаю, что для любого человека важна история своего народа. Я слушала часто крымской татарские песни на тему депортации, слушала все эти истории, как было тяжело. И вот оно все это накопилось во мне, как эмоции, выплескало все в одно время. И вот после этого появилась работа «Урал Дага». Я часто пытаюсь делать некий акцент на каких-то элементах, то есть они неспроста появляются. И Харалгаш, это ласточки, да, они сыграли здесь роль, как бы предвестники того, что нужно возвращаться туда, откуда ты родом. Потому что если наблюдать за этими птицами, мы знаем, что там, где они родились, они возвращаются туда, то есть в свои же гнезда. И вот именно ласточки, они вот как символ того, что скоро мы вернемся на свою родину. А девушка здесь сыграла роль, скажем так, родины, образ родины, образ женщины, которая пережила горе. То есть наши все-таки матери, наши бабушки, они переживали огромную потерю, потому что умирали в дороге дети, мужья не были рядом, потому что были на войне. Ну и, конечно, я изобразила «Урал Дага», но я изобразила это такие высокие горы. Не маленькие, но высокие, немножко такие сероватые, мрачноватые, как образ того, что впереди ждет что-то тяжелое. Но все-таки вот эти птицы — это небольшая надежда. Все, что мне рассказывал мой дедушка, все, что мне рассказывала моя Анашка, Беташка и так далее, это все хранилось в памяти, и мне хотелось бы делиться этим. Дедушку вспоминаю очень тепло, потому что вечерами мы обычно собирались, и он рассказывал всякие истории, он очень любил Крым, и все его детство проходило тут. Поэтому единственное его желание было вернуться сюда. Любовь к родине, она вот нам прививала с самого раннего детства. Крым, я думаю, что это мой дом в первую очередь. Крым — это дом. Без Крыма я себе не представляю свою жизнь. Пытаюсь запечатлеть Крым, каждый какой-то вот участок. То, что вдохновляет меня, да, то есть природа, это все, конечно, я стараюсь изобразить на своих работах. Горы — это вот то, что мне нравится. Мне нравится просто вдохновляться ими, смотреть. И вот пока что, побывав в Крыму в разных уголках, я больше всего влюбилась, наверное, в Харадах. Стремлюсь и работаю, пытаюсь где-то найти свой стиль, потому что я все же считаю, что я еще не нашла себя. Но я жду, что все-таки в будущем с Медл Сайя надеюсь, что когда-нибудь я сделаю свою выставку, и, возможно, после этого ко мне и придет это признание, может быть, меня заметят, и когда-нибудь мое имя будет наряду с такими известными именами, как крымские наши художники, крымские татары, как Зарема Трасинова и другие. То есть это вот вдохновляет, их работы вдохновляют. У меня появляется какое-то чувство, чувство благодарности, чувство вдохновения. И думая там о семье, о родных, о родине. То есть это может произойти внезапно, и вот у меня, если есть вдохновение, оно тут же вот появляется и на работе моей. Чаще всего я люблю работать гуашью. Кроме того, я еще работаю акрилом. Акрил — это очень интересная тоже техника. Можно наслаивать друг на друга, и она быстро сохнет. Я не представляю себя без живописи, без рисунка, потому что это единственный способ избежать какого-то негатива в этом мире. То есть для меня это такой способ. И выражать свои чувства, эмоции, это мне помогает очень сильно. Поэтому в своих работах я пытаюсь часто показать лучшее. То есть доброту, чувство счастья, то есть какие-то вроде бы казалось простые вещи, но приносящие на самом деле удовольствие. То есть нужно на все смотреть с радостью. С généralствур не других гуашь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok